Людмила Гурченко будет ведущей нового телешоу. Образ великой актрисы, ушедшей из жизни в 2011 году, используют создатели реалити-шоу «Битва престолов». Это проект Валерия Комиссарова, автора и продюсера программ «Моя семья. Окна» и «Дом-2». Участники шоу будут жить в средневековом замке, будут выбирать себе правителей. Вдовец Гурченко, продюсер Сергей Есенин, к идее использовать образ актрисы отнесся благосклонно, комментирует телевизионный критик, обозреватель МК Александр Мельман. Меня заинтересовало не столько даже цифровое видеоображение Людмилы Марковны Гурченко, хотя, наверное, это будет интересно, потому что я-то видел и был знаком с живой Людмилой Марковной, и это, так сказать, впечатление на всю жизнь. У меня просто вот больше сейчас интересно именно возвращение Валерия Комиссарова. Российская линия сейчас в большом кризисе, об этом говорят цифры, в рассмотрах, которые уже уступают на юсюбу. Может быть, вот на таком безрыбе, возвращение Валерия Комиссарова, это было бы интересно, потому что этот человек креативный, у него чуйка такая работает, нюх. Насколько это покажется, естественно, такой довольно спорный момент, но мне хотелось бы посмотреть, чтобы потом сделать какие-то выводы. Александр Мельман, трансляция шоу начнется на видеосервисе Мегагоу. 14 февраля накануне в МДМ был представлен образ Гурченко в 3D-формате, разработанный нейронной сетью. В программу закачали все, что говорила актриса в публичном пространстве. Однако во время презентации изображение актрисы проглядывалось слабо и периодически исчезало, на что Комиссаров сказал, что технология пока несовершенна, но они работают. Вначале цифровая Гурченко выступила с речью, а потом состоялся диалог Комиссарова с ней. Людмила Маклова, я думаю, всех помню главный вопрос. Как ваше здоровье? Вы что ли, отказываете, что ли? Сколько в людях цинизма? Здорово как никогда ничего не болит. Как пишет издание «Собеседник», Комиссаров признался, что пытался оживить еще и Жанну Фриске с Сергеем Доренко, но получалось не столь впечатляюще. Светский журналист и блогер Евгений Бабичев не верит в успех нового проекта «Сгурченко». Хоть Валерия Комиссарова и можно назвать гуру отечественного телевидения, здесь я на 90% уверен в провале. Рейтинги будут очень низкие, на мой взгляд. У нас другой менталитет. Одни будут говорить кощунственно и грешно, другие, как Станиславский, будут говорить «не верю». К такого рода формату нужно прибегать, когда у тебя на руках есть все необходимые технологические навороты, немаленькие бюджеты, возможно. Если же это будет, опять же, история из разряда «креатив» по-русски, то спасибо не надо, можно будет расходиться. На самом деле, Комиссаров, он всегда идет как-то на грань. Начиная от «Моей семьи» до «Окон», «Дома-2» и таких подобных проектов. Вы посмотрите, вот каждый проект, он с элементом какого-то такого, я не скажу скандала, но вот на грани, когда аудитория делится на две половины. Одной очень нравится, другие плюются, не понимают, как это вообще можно смотреть. Евгений Бабичев. Использование голограмм умерших знаменитостей успешно применяется в шоу-бизнесе. В 2018 году в тур отправилась копия Роя Орбисона, автора хита «Претти Уумен». В том же году прошли гастроли виртуального образа оперной певицы Марии Каллас. Цифровой двойник Майкла Джексона вышел на публику во время церемонии Billboard Music Awards. В 2014-м руководство театра «Аполло» в Нью-Йоркском Гарлеме наняло на работу экскурсоводом голограмму джазовой певицы Билли Холидей. А в России, например, использовали виртуальное изображение Высоцкого. А в прошлом году на концертах в честь 30-летия группы «Король и Шут» выступила голограмма Михаила Горшка-Горшенева, ушедшего из жизни в 2014 году. Субтитры создавал DimaTorzok